Турнир по самбо Во второй определились лучшие борцы среди мужчин по спортивному и боевому самбо. Очень тяжело, времени много надо. Первый поток у меня проходил от Локсионов, Хорзов. Многолетний труд, беспрестанный и честный труд добиться результата. Вот задача наша. Все спортсмены не могут стать мастерами международного класса. Здоровье набирает возраста и потихонечку, по ступеньке поднимается. На мероприятие съехали спортсмены из Инты, Воркуты, Усинска и Микуни. Открытый турнир был назван в честь чемпиона России и мира по самбо Печорца Константина Лахтеонова. Он лично присутствовал на соревнованиях и выразил надежду на дальнейшее активное развитие этого вида спорта в нашем городе. Я считаю, что каждая достойная победа должна быть правильно вознаграждена. Мы со своей стороны будем, как организаторы, стремиться улучшить пресновой фонд, а вы будете улучшать качество борьбы. Договорились? Спасибо большое. Организаторы планируют сделать чемпионат традиционным. Впоследствии он приобретет статус республиканского и будет собирать гораздо большее количество участников со всей КОМИ. Идея у меня возникла уже давно. У нас один чемпион мира в республике КОМИ по борьбе с самбо. Так как я сам занимался, поэтому я решил, хотел как-то, пока рано говорить, увековечить память. У нас турнир живому человеку, живой получается легенде. Кому молодежи, особенно вчера, было приятно. Он оставил им автографы на грамотах, пожал руки. Самое главное, дети улыбались. Сергей Терентьев занимается самбо более 20 лет. В нынешнем турнире он получил специальный приз от Константина Лахтеонова. Чемпион мира выделил спортсмена из общего числа участников за наиболее интересные приемы и красивые броски. Спорт он сам по себе воспитывает человека, приобщает к более здравому образу жизни, а не там где-то на улице гулять. А самбо это тем более мужской вид спорта. Волевые качества воспитал. Надо бороться в любой ситуации. Надо бороться и до конца стараться. По оценке организаторов, борцы из Печура показали в турнире неплохие результаты. Подробнее о них вы узнаете в еженедельнике «Волна».